МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В тихом местечке старой части Минусинска – настоящее кладбище домашних любимцев. С той лишь разницей, что в отличие от известной книги Стивена Кинга, мотив здесь – не отчаянная любовь к животным и мистика, а человеческая жестокость. По льду и берегу разбросаны собачьи головы, разорванные шкуры, хвосты, лапы. Найти все это волонтерам помог имя же, когда-то спасенный пес. Гуляли с собакой, собака подбежала, пленка лежала вся окровавленная, и было тельце собачки, снятая кожа, обрезано мясо. Хвостик выдавал, что это была собачка раньше. Ну, еще там тушки были, я уже не стала смотреть. Потом прикрыла это все и ушла. Сколько здесь собак, сказать трудно. Все трупы разделаны, причем заметно, что набитой рукой. Не тронут только один пес, но полицейские говорят, что, скорее всего, это другой случай. Видно, здесь есть и взрослые овчарки, и совсем еще маленькие щеночки, возрастом с месяц. Ясно, что их съели. Либо здесь же бомжи, потому что больше всего останков рядом с кострами, либо кто-то дома и уже сюда принес отходы. Сейчас проведем поквартирный обход. Может, вот рядом скажут, да вот соседи таскают постоянно, какая сложность. Пойдем, будем разговаривать и разбираться. Если не найдется хозяев собак или свидетелей того, как их убивали, единственной статьей, которая подходит к этому зверскому случаю, остается несанкционированный выброс мусора. Ведь если животное бездомное, закон его не защищает, скорее наоборот. Территорию берут коммунальщики, а волонтеры пока думают, не те ли это псы, которых они же сами когда-то пристроили, как им казалось, в добрые руки. Люди приручили собак, когда-то сделали их помощниками, а теперь их же своими руками убивают за это. Собаки, естественно, ни в чем не виноваты. Они человеку доверяют, они нас любят, несмотря на все зверства. Многие люди называют собак зверями, правильно сказать, зверми. Но на самом деле страшный зверь, самый страшный зверь, это все-таки человек. Елена Крылова, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Специалисты Хакасского гидромедцентра дали прогноз по вскрытию рек ледоход на реке Абакан в районе Абазы ожидается 15 апреля, плюс-минус 3 дня. В районе республиканской столицы река должна вскрыться 13 апреля. С учетом погодных корректив гидрологи дают разброс к этому сроку еще в 4 дня. Поведенные замеры верховек реки Абакан показали, что снегозапасы в горах в этом году существенно превышают значение предыдущих лет. Поэтому и воды в реках в половодии будет больше. Максимальные уровни весеннего половодия прогнозируемые чуть выше нормы среднемноголетних значений, примерно на 20 сантиметров. Но при интенсивном выпадении осадков максимальные уровни могут превысить на полметра, на метр. Особую опасность несут ледяные заторы. Гидрологи прогнозируют их образование только на реке Абакан в районе Абазы и Белого Яра. Именно для профилактики заторов на реке уже сегодня взрывают лед в районе Белого Яра. Виктор Лушников оценил масштаб превентивных мер. Подготовка взрыва заняла несколько дней. Белоярские коммунальщики пробурили на Абакане 4 сотни лунок, а сегодня с утра к работе приступили уже взрывники. Заряды закладывают в лунки, соединяют между собой проводом. В сумме это полторы тонны взрывчатки. У нас на этом участке уже последние 4 года всегда постоянно возникают ледовые заторы. И буквально в течение этой недели было такое решение принято, чтобы ослабить лед путем взрыва. Замеры конца февраля показали, что лед в этом месте от 70 сантиметров до метра. Но к моменту проведения взрыва толщина панциря еще увеличилась. Местами превышала полтора метра. Такая масса вряд ли стронулась бы с места в момент ледохода. В результате затор и реальная возможность подтопления ближайших улиц. Так уже происходило 3 года назад, когда вода размыла дамбу и подошла вплотную к селу. С тех пор на реке проводят профилактические взрывы. Мы даем гарантию при производстве данных работ, что подтопление будет белого яра исключено. Стоимость профилактических взрывных работ составила более 500 тысяч рублей. В этом случае власти денег не экономят. Безопасность дороже. Команду к подрыву подали около 5 часов вечера. На воздух взлетели сотни тонн льда. Если мы, допустим, в прошлом году здесь поднимали участок длиной метров 700, то в этом где-то порядка около 1000 метров. Потому что здесь очень большое ледяное поле наблюдалось в прошлом году. И в этом году лед очень толстый. По заключению специалистов, взрыв основательно разрушил плотное ледяное поле. И теперь жители Белого яра могут без опасений ждать ледохода. Виктор Лошников, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Архиепископ Абаканский и Хакасский Иоаннафан указом президента России награжден Орденом Почета за многолетнюю добросовестную работу, активную общественную деятельность и благотворительность. Архиепископ Иоаннафан возглавляет Абаканскую епархию с 2000 года. За этот период им проделана большая работа по возрождению православия на территории Хакассии и Тывы. Число приходов увеличилось втрое. Практически во всех районах сооружаются храмы. Совместно с республиканскими и муниципальными властями, а также общественными организациями ведется благотворительная и просветительская деятельность. Добавим, с 1994 года в Хакассии государственные награды Ордена Почета удостоены в общей сложности 16 человек. По покане руководства и сотрудники одного из агентств недвижимости подозреваются в мошенничестве. Нечистые на руку риэлторы работали по простейшей схеме. За деньги давали клиентам несуществующие адреса квартир, якобы сдаваемых в аренду. Стоимость услуги от 1 до 2 тысяч рублей. Риэлторы оформляли договор, предлагали клиентам несколько вариантов, но в каждом случае указанный номер либо не отвечал, либо был недоступен. Иногда звонившим говорили, что квартира уже сдана в аренду. Предприимчивому руководителю девушке всего 21 год, сотрудникам агентства не намного больше, по 26 и 28 лет. Несмотря на многочисленные обращения в полицию, а всего их набралось более 300, сразу доказать вину мошенников было непросто. Фактически они выполняли условия договора, давали адреса. Сегодня сотрудникам полиции удалось собрать достаточно доказательств. В отношении руководителя и двух специалистов офиса возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое им грозит, лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. В Хакасии активно используются IT-технологии в образовании. Особое внимание в республике уделяется развитию дистанционной программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Всем ли доступна современная система получения знаний, выясняла Олеся Клиниченко. В 2010 году была закуплена первая партия спецоборудования. Часть его разместили в центре дистанционного образования. Здесь работают педагоги. Вторую половину смонтировали дома у детей. Один комплект такого оснащения стоит сотни тысяч рублей. Самостоятельно родители детей, которым противопоказано школьное образование, такую технику вряд ли бы приобрели. Но прежде чем начинается надобное дистанционное образование, мамы и папы сами посещают компьютерные спецкурсы. В связке ребенок-учитель мы отводим особое место родителю, потому что именно его внимание к процессу обучения, его участия сказывается на том, как ребенок справляется с тем, что предлагается ему в программе обучения. Развитие дистанционного обучения детей с инвалидностью стало возможным благодаря национальному проекту образования. На условиях софинансирования в оборудование, установку и коммуникации было вложено более 60 миллионов рублей. В 2010 году по программе дистанционного образования обучали всего 30 детей-инвалидов. На сегодняшний день закупленного оборудования хватит, чтобы обеспечить нуждающихся в нем на 100%. Я помню, я горжусь. На нашем канале стартовал новый проект, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Каждую неделю дети и внуки ветеранов будут рассказывать фронтовые истории. У вас тоже есть возможность вспомнить о своем ветеране и рассказать о нем в эфире нашей программы. Звоните в редакцию по телефону, который сейчас на экране.